Андреева, главного тренера Тароса. Мы смотрим самые интересные фрагменты из поединка. Напоминаю, как развивались события в этом матче. Кто забрасывал шайбы, прежде всего, это нас с вами интересует. На 13-й минуте встречи Штайнах после передачи Федотова в большинстве. В этот момент играл Рубин, открыл счет в поединке. И, в общем-то, кроме Штайнаха, больше сегодня у Рубина никто и не забрасывал. Хороший бросок с кистей, точно в угол. Ну, как легкий гол пропустил. Не сказать, что совсем легкий, потому что бросок-то хороший у Штайнаха получился. Но где-то почувствовал рулевой Тароса, что не идет сегодня игра у Федотова. Заменил его на другого вратаря. Заменил на Хомченко, и Хомченко не раз выручал свою команду. Отыгрались хоккеисты Тароса на 17-й минуте. После броска Котлеровского первым на добивании защитник Карпов оказался. 1-1. После первого периода такой был счет. Ну, и во втором периоде, это, пожалуй, может быть и определяющая, решающая шайба Ирии Баранова. Здесь тоже несложный бросок, наверное, для голкипера такого уровня, как Егор Назаров. И после этого пропущенного гола тренерский штаб Рубина решил заменить своего вратаря. Вместо Егора Назарова на лед вышел Денис Францкевич. Францкевич не раз выручал свою команду. Но на третьем периоде, на 55-й минуте матча, великолепную комбинацию гостей разыграли. Емелин отправил Баранова в чужую зону. Баранов пошел в зону Рубина, придержал шайбу, выдержал паузу, дождался Дубровского. И Дубровский расстрелял с близкого расстояния ворота Рубина. А за 41 секунду до окончания матча Рубин сократил разрыв счета до минимума и отличился защитник Штайнах. После того, как Белов выиграл в бросовании, Желеков сделал передачу назад. Штайнах здесь здорово сместился, разобрался в ситуации и выстрелил от синей линии классно. Но это не спасло Рубину от поражения. 3-2, Торос выигрывает. Ну а Рубин пока продолжает искать свою ядру.